Период Великого Поста – время особое, когда все православные стараются меньше наносить друг другу какие-либо обиды, любить всех и делать добрые дела. Что же касается гастрономической части, здесь ограничения касаются мяса, даже рыбы, яиц и молочных продуктов. Но даже в таких условиях повара умудряются сделать настоящие шедевры кулинарии. С овощными и фруктовыми салатами все понятно, но откуда на столе участников соревнований рыбные блюда и даже котлеты? Последние, оказывается, ребята сделали из соевых бобов, а вот с рыбой история совсем особенная. Там нет ни одного грамма рыбы. Здесь есть сыр, тофу с грибами и водоросли нори. Еще одно главное условие, чтобы приготовленные шедевры не выходили за рамки традиций православного стола. Однако оригинальность отмечали. Вот эти ребята сразу же обратили на себя внимание жюри своим экзотическим ужином. На столе постные блюда разных культур. Франция знаменита своими десертами. Китайская кухня знаменита тем, что она растительная и очень такая во время поста самая подходящая. И, соответственно, русский пост. Чтобы люди могли понять, что пост можно соблюдать, при этом залезая даже в другие культуры, и чтобы как-то разнообразить твой обед или ужин. Я считаю, что это все можно, только каждый человек для себя выбирает свой пост. Жюри же оценивают все – состав блюда, его вид и вкус. В блокнотах выставляют баллы. А вслух замечают – ребята молодцы и к фестивалю подготовились на славу. Они даже традиционные блюда у нас представляют в своем видении, со своей изюминкой. Кроме этого находят очень много других, ну, новых блюд находят. Поэтому каждый раз, когда у нас проходит фестиваль, ничего не повторяется, все новое. Фестиваль постной кухни в этом колледже проходит на протяжении пяти лет, вспоминают преподаватели. Но такой масштабный, говорят, впервые. Студенты-участники представили около ста разных блюд и напитков. Это одна из таких достаточно успешных форм продвижения наших студентов в профессию. Не за горами, региональная, соответственно, постная кухня. И поэтому для части наших студентов это своего рода проба пера. Блюда, которые отметят жюри, будут приготовлены ребятами и для регионального фестиваля постной кухни. Он пройдет в конце марта. Юлия Михайловичева, Денис Лосев. День в событиях.